Дома лучше И разрешите мне представить мою гостью Это заслуженная артистка Российской Федерации Заслуженная артистка Республики Хакасия Мария Павловна Костоякова Я, девчонка, не замкнула глаз Все думала, как быть И так нехорошо, и так нехорошо На вашу милость только упала Да, твой отец дал трещину Но пламя поддерживать у него надо все равно Рассчитывай на милосердие Бога Душой терзаться делу неподмога Спасибо, Байбисе, за угощение Отменно угостила нас, отменно Я вспоминаю щедрость Милгурзы Она не секает в этой юрке И Байбисе, не только Байбисе И по победе, и нового мужского Малинкой поднесенной губам Шахат осталась, как известно вам А ягоду взорвавшего давно уж нет Но за нее колын богатый он там Не приложу ума, что делать с ней Мария Павловна, в таком знаковом месте На втором этаже театра Представлена история театра И вы к ней тоже относитесь Здесь есть люди, с которыми вы играли С которыми вы работаете Вот работали О ком хочется особенно рассказать Вот глядя на эти фотографии Ну, наша студия я закончила в 1974 году Мы пришли при Эльзе Михайловне Коковой-Черковой Александре Васильевич Тугужеков Ну, вот эти актеры мы с ними уже успели поработать Анатолий Васильевич Щукин А вот этот ЭЗОП Эта программка ЭЗОПа Мы, Лиса и Виноград Мы второй раз его тоже ставили Я уже успела там в ЭЗОПе тоже поиграть Ну, получается, вы пришли к людям Которые уже были известны Которых уже говорили А вы молодые актеры Вот расскажите, кто еще был рядом с вами? Тогда же модно было Мы же пришли в советское время А там, если в советское время пришли То нас прикрепляли к более старшим актерам Они назывались кураторы Вот у меня кураторы были Вера Петровна, Дмитрий Макарчик и Лежеков Вот, такие дела были То есть курировали вашу актерскую деятельность? Да, помогали, подсказывали Мария Павловна, сидели в зале И смотрели на то, как играют мэтры Вот тогда, когда только пришли в театр? Конечно Что чувствовали в такие моменты? Мы смотрели Мы на них тогда смотрели Боже мой Вот эти люди работают Мы с ними будем работать Неужели? Не верилось, да? Да, да, вот такое было чувство Да Это без всякой игры, без всякой выдумки Такое было Наверняка вы, когда были молодой актрисой Тем более после университета, института Наверняка вы что-то замечтали себе Например, хочу сыграть ту или иную роль В вашем случае это была какая мечта? Тогда мечт очень много было Хотелось сыграть и то, и то, и другое Но поскольку я в институте еще Там мы же отрывки делали Я там отрывок делала «Леди Магбет» Естественно, я хотела сыграть «Леди Магбет» на сцене Хакасского театра Или Анну Каренину, я тоже там отрывок делала Вот такие были большие мечты И хотела сыграть Кручинину без вины, виновата Островского Много было? Ну, наверное, сначала не доверяли, да? Как многим артистам молодым Ну, как бы... Этих спектаклей не было в репертуаре Так что я не сыграла эти роли Ну, вот сейчас уже с высоты лет жалеете Или считаете, что были другие гораздо лучше? Ну, как бы эти мечты же, они там в глубине у тебя же остаются Потому что ты же прикасалась к этим людям Так скажем, к этим ролям Это роли же, это не только роли Это люди, которые меня вселяли, с которыми я переживала Их жизнью я все это чувствовала Все эмоции Изучала всю историю того времени Тех времен Того автора, что он хотел написать Я все это же пережила Так что никаких разочарований у меня нет Расскажите немножко о тех артистах, с которыми вы работали О ваших наставниках В чем и была их изюминка? Вера Петровна Чебодаева Она была стройная, строгая Вся правильная Она очень хорошо пела И была как баловница Умела шутить, подшутить Не впрямую там тебе скажут Маша, ты там это не делай А так что-нибудь там У Хакасова вообще есть манера Не напрямую А где-нибудь какую-нибудь историю рассказать И подвести к этому Чтобы человек не обиделся А понял намек О чем тебе говорят Мудро, да? Да Ну вот так вот А с Дмитрием Макаровичем Кележековым Мы с ним играли Тогда спектакль был Жизнь человека Автор Хухашвили А оставила Эльза Михайловна Кокова А я тогда играла У меня главная роль была Росудана А он главный герой И спектакль начинался с молодости и до старости А он мне казался Он таким древним стариком Дмитрий Макарович Думаю, ну как же в него влюбляться-то Ну вот так вот Вы когда играете на сцене Вы чувствуете зал? Чувствуете, как он реагирует? Обязательно Кто вас этому научил? Это пришло со временем? Нет, это приходит Это интуиция Это интуитивно Ты его чувствуешь или нет? Вот, дыхание зала Всегда слышу Мария Павловна, давайте представим Что мы с вами в кабинете писателей Мы видим здесь перо Да Видим книги, библиотеку Есть у вас любимые авторы? Ой, их много вообще Всех перечислять Не перечислишь, наверное Но самый любимый автор у меня В детстве был этот Пушкин Мы же начинали в школе Со сказок Пушкина А потом я перешла Тихонько на Лермонтова Он же больше Там страсти И там вот эти вот Цири И герои нашего времени А потом Ну, вся вот эта вот Вся мировая классическая литература Мы это проходили в школе Сейчас, которую не проходит А война и мир Толстой Там Анна Каренина Достоевский Ну, всех не перечислишь А теперь Потом у нас Увлечение было В 70-е годы Японской драматургии Кэнзабура Оэ Там Коба Аба И Этот самый Сейчас очень модный Этот Мураками Вот так что я Много читаю До сих пор Да И книги покупаю До сих пор Скажите, пожалуйста Как вы думаете Как режиссер Выбирает артиста Для своей роли Для той роли Которую он задумал Вам всегда было Это интересно? Ну, я могу представить Как это делается Потому что Я же Еще успела преподавать В этом И у нас Своя студия была Я и в Хагу Успела Вести там Там все равно Человека видно Таша Сразу Остается только Проверить его Да Волнение Как мы с тобой Недавно говорили Что если Что если у артиста Проходит волнение Перед выходом На сцену Можно уходить С работы Это я тебе Точно говорю Если даже Ты играешь Этот спектакль Десять лет Пятнадцать лет Все равно Ты волнуешься Потому что Каждый день Он новый день И каждый спектакль Он новый спектакль Потому что День другой Ты другой Ты другая Солнце по-другому светит Все другое Вы влюблялись Своих партнеров По сцене? Я? Ну трудно сказать Потому что Если ты не любишь Этого человека Или хотя бы Ты не чувствуешь К нему Какие-то теплые чувства И Ну Сцену жизни Не надо путать Все равно Ты к этому человеку Всегда относишься Тепло Тогда легче Вам больше нравятся Классические роли Или Может быть Какие-то Современные пьесы Где нужно По-другому играть Так как просит время Та обстановка Зритель Который приходит Вот вам Что ближе Сейчас же Очень много Разных форм И спектакли Без слов И музыкальные Какие только хочешь Я знаешь Что тебе скажу Даша Любому актеру Любая роль Она Как тебе сказать Любой эпохи Если ты Оденешь эту роль На себя Она будет твоя Она будет интересна Так что Мне интересна И классика И современная И зарубежная И русская Классика И хакасская Классика Только надо Ее Полюбить Эту роль Какой роли Вы были Абсолютно Счастливы Абсолютно Счастливы Ну таких ролей Много У меня Ну самое Самое Вот самое Самое Если Из Молодых Времен Там Мы играли Это Святая Святых И он Друц Автор был А оставил его Василий Иванович Ивандаев Мы Как раз Там играли С Верой Петровной Чабыдаевой На пару Там Две роли Были Женские Мария И Это Девушка Секретарша Которая Была Рожая Черная Красная Такая Вот такая Вот И я Когда играла Марию Вот это Там Я была Абсолютно Счастлива Мне казалось Что я Вот Там Нахожусь Там В то время И И в этих Обстоятельствах Вот Так Вот Какие у вас Чувства Когда вы Слышите Даже не слышите А когда Вот Понимаете Вам говорят Это коллеги Мария Павловна Вы в театре Служите уже 50 лет Какие чувства Вот в этот Момент Я сюда Шла Думаю Что же Меня Спросят Вот И Думала И Теперь я Думала Каким же Я Образом Дожила До Столько До Такого Возраста Самой Не верится А в душе В душе Мне еще 25 Так что Вот Такие Вот Ну как-то Я вот Прожила И Самой Не верится Ну Видимо Так Если Это Даты Говорят Вот Эти Числа И Теперь Я точно Верю Что Когда Говорят Что Душа Не стареет Я тебе Наперед Говорю Душа Точно Даже Не стареет Ты Такой Какой Был Скажем 18 Лет Те же Чувства Те же Эмоции Но Все По-другому Шеп Шеп Шер Дэ Ханны Хылыстың Шер Не Оны К Хуши Ахыр Ша Пас Килген Оны Кайга Чит Парган Олы Ша Пол Шеп Этой Ханны Хулатай Өл Хал Ган Ханны Хылыст Харак Нө Эртей Нелеп Шоп Луп Шададыр Килем Тып Парган Алтына Ары Шажем Хайди Килбет Мария Павловна Наверное, Даша росла у вас за кулисами, раз тоже стала артисткой. Как расскажите, так случилось, что и дочь тоже артистка. Обычно говорят, ой, я там роли актерской, то есть доли актерской, дочери не пожелаю. Ну, многие так говорят, а вы? Нет, я думала, как она говорит, Дашка говорит, мама, я театр знаю с утровой. Вот так вот. Ну, я так не думаю. Она здесь появилась, то есть любовь к вашей семье и ваша любовь здесь зародилась, да? Она и за кулисами выросла, и на гастролях выросла, ну, в общем, вот так вот. Тем более, она у меня поздний ребенок. И вот так вот. И я счастлива, что она последовала за мной. Вы ее критикуете? Ну, я не критикую, как я тебе рассказывала. Я могу вот так вот издалека прийти и сказать что-нибудь. Она, наверное, это ценит, да, эти советы? Ну, как тебе сказать. Иногда промолчит, иногда да, скажет. Так. Вы в ней себя видите, когда пришли в театр? Нет. Вы другая были? Я все не вижу, хотя говорят, что похоже, но я нет. У нас темперамент другой, эмоции другие, потому что время другое. Ну, конечно, где-то я себя вижу иногда. Какие-то это самые манеры, повадки. Думаю, ох, да бывает. То есть вы ходите на ее спектакли? Да. Слежу, так скажу. Вот так. Вы сказали, что в вашей семье, именно ваши родители, они не были театралами. Да, кто они были? Можно немного рассказать о них? Ну, это далекая история, потому что я послевоенный ребенок. У меня мама работала, я, сколько я ее помню, она всю жизнь работала. Она, последняя работа у нее, она ран ушла из жизни. Она работала чабаном. А потом я уже, когда пришла уже после института, она уже была на пенсии. Так вот. Тогда кто стал вашей путеводной звездой? Почему вы пошли именно в актрисы? Наверное, в школе у нас, в школе вот эти кружки же были, это же советское время. Мы читали, играли в драмкружки. Там я Зою Космодемьянскую, Ульяну Громову. Я такая героических девушек все время играла. А потом, там же были смотры художественные, самодеятельности. Вот я на всех этих участвовала везде. И там полюбили театр и сцену, да? Я, наверное, так и пришло, вот так вот. Расскажите о знакомстве с вашим мужем. А мы с ним познакомились в институте. Мы однокурсники. Вот. И у нас старшая дочь родилась уже в институте на четвертом курсе. У нас, у меня дочь Анна, она ленинградка. Там давали тогда эти самые свидетельства о рождении, родившиеся в Ленинграде. Ну, а в Ленинград не хотелось никогда вернуться? Ну, я время от времени там бываю. Мы же, когда там учились, работали все. Буквально все работали дворниками, ночными вахтерами. Эти самые почты так сказали. Ну, в общем, работали все. Так. Муж и режиссер, вы актриса. Вы играли в его спектакле? Фамилию? Муж и прям о нем рассказать? Тачаев Николай Константинович. Он закончил ЛГИТМИК так же, как я. Потом в 87-м году он поехал на высшие режиссерские курсы. В этот самый, в Москву. Там закончил. В 88-м году он вернулся. Работал тут. То есть вы в его спектаклях не играли, так уж получилось, да? Нет, я играла в спектаклях, которые написала эта самая Алиса Козласова-Чустева. А состоя хакасский спектакль. Вот я там играла. Потом сказка «Кошка, которая гуляет сама по себе» Киплинга. И, наверное, все. Вот так. То есть он был задействован, да? Он режиссер. Режиссер этих спектаклей. Поработать мужу и жене вместе. Тем более в театре. Вы забывали, что вы муж и жена на это время? Конечно, конечно. Это происходит самоотстранение. Абсолютно. Так вот. Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда дочь сказала «Мама, я тоже буду актрисой»? Ну, я сказала, ну, подумай. Потому что она же в институте училась еще. Она же в школу пошла с шести лет. Она хорошо училась, девочка. Она такая трудолюбивая. А на третьем курсе был набор. И вот она пошла. Ну, я поддержала. Ее темперамент в мужа, да? Ну, у нее смесь... А Аня? Анна, она у нас соответствует своей имени. Она у нас такая воин, так скажем. Она архитектор по профессии. И у нее свое хозяйство там, своя контора, свой офис. Ну, вот такая вот. То есть творческая только Даша, да? Пошла по вашим стопам. Ну, это тоже творческая личность. Она же архитектор. Она и рисует, и все это дело делает. Скажите, пожалуйста, свои эмоции, когда вы переступаете порог зрительного зала? Порог зрительного зала. Или вам комфортнее там, за сценой и на сцене? Всегда удобнее и хорошо, когда ты на сцене. Она, когда ты входишь в зрительный зал, ты всегда входишь осторожно, с оглядкой. А что будет? Вы можете расслабиться, когда сидите в театре? Или тоже оценочно как-то смотрите? Полностью надо расслабляться. Иначе, если ты будешь оценивать, тогда это не смотр спектакля, а критика получается. Нет, я полностью расслабляюсь. В каких спектаклях сейчас возможно увидеть? Ну, вот «Мастер и Маргарита» мы там массовки играем. Последний спектакль мы выпускали с приглашенными режиссерами. Сарн, сказка о ненастоящем страхе. Это на малой сцене. И потом вот «Бандитки», мои дорогие «Бандитки», потом «Ретро» и «Хакатские спектакли». Но они долго не идут, часто не идут. Скажите, пожалуйста, вот ваши идеальные отношения с режиссером. Что бы вы сказали другим артистам? Потому что многие говорят, что если не построишь отношения с режиссером, то будет сложно работать в театре, служить. Потому что, может быть, роли не будут доставаться. Как вам удается находить эту золотую середину? Ну, это вопрос... Это дальше вопрос. На который невозможно сразу ответить. Потому что режиссеры – те же люди, с которыми надо найти контакт, с которыми ты находишь, а с некоторыми так и не находишь. Но все равно играешь в этом спектакле. Так что вот так вот. Что бы вы сказали современному зрителю сейчас? Ходите в театр. Потому что это живое общение, друзья. Такого другого живого общения больше нигде не найдете. Только в театре. Что для вас слова означают «дома лучше»? Дома лучше. Дома всегда лучше. Потому что вот мы же там ездим везде. Особенно в советское время мы же много чего объездили. А в отпуске куда-нибудь тоже ездишь. Проходит там 5-6 дней. Ой, уже домой я хочу. Дома лучше. И в театре лучше, да? В родном. Естественно, дом, театр – это же часть моей жизни. И часть моего дома. Естественно, дома лучше. Мария Павловна, я благодарю вас за этот откровенный разговор. И это был проект «Дома лучше». Всегда возвращайтесь домой. Редактор субтитров А.Семкин